чего богатые люди только не выбрасывают мусоропровод уборщики в дорогих жилых комплексах уже привыкли доставать из мусора самые неожиданные вещи дорогую технику украшения манекены и не только всем привет добро пожаловать в гости к мистике сегодня я расскажу вам о странном пугающим и до сегодняшнего дня вызывающим множество вопросов деле в этой истории на самом деле не так много неизвестных однако по какой-то причине заключением следователей и коронера почти никто недоволен но не буду раскрывать все детали самого начала давайте как всегда будем постепенно погружаться в это дело подписывайтесь если вам интересны криминальные истории ставьте лайк если вы уже подписаны и мы после короткой рекламы перейдем к истории фиби хенджек на своем канале я рассказываю о запутанных и неоднозначных делах в которых каждая улика имеет колоссальное значение порой в причинах и последствиях нелегко разобраться и нужно пристально изучать каждую деталь чтобы докопаться до истины но именно это и привлекает меня и думаю вас в криминальных историях сам процесс поиска правды это ведь целая головоломка даже когда я хочу отдохнуть я ищу себе какой-нибудь не менее увлекательное занятие и в таких случаях мои руки сами тянутся к деревянному конструктору от югирс уверена он понравится и вам сейчас у меня в руках вот такой прекрасный дракон от югирс это одна из более полусотни возможных моделей собирать их особенное удовольствие потому что модели полностью деревянные а значит они волшебно пахнут кроме того все модели югирс подвижные просто посмотрите на крылья моего дракона а вот сам механизм кажется что это очень сложная система но на самом деле мы собирали все из деревянных деталей разные величины и простых резинок никакого клея или батареек и такой дракон как и любая другая модель станет прекрасным подарком конструктор подойдет для всех кто любит что-то мастерить своими руками а также есть модели на разный бюджет тут и всевозможные машины с настоящей коробкой передач корабли даже грузовые самолет и ведь он правда полетит и более простые в сборке цветы визитница пистолет с обоймой вот мой муж пришел в детский восторг когда увидел этого дракона неудивительно что такие модели особенно нравятся 25-30 летним парням который в душе еще мальчишки хотя что скрывать я делаю рекламу конструктору югирс уже не впервые и каждый раз виде их модели я сама погружаюсь в изучение деталей с настоящим детским азартом и мне прекрасно понятно почему модели югирс любят во всем мире так что скорее переходите в официальный магазин югирс russia.ru выбирайте самую интересную модель и дарите конструктор своим друзьям и близким тем более приближаются праздники лучше запастись подарками заранее пока на сайте югирс работает мой промокод мистика он дает скидку целых 20 процентов но пока вы рассматриваете деревянные модели мы будем возвращаться к делу фиби хенджек родилась 9 мая 1986 года в семье натали и лена хенджеков она была их первым ребенком и единственной дочерью затем в 1988 году у них появился сын том а через четыре года еще один мальчик николай лен хенджек отец фиби работал психиатром и у него была собственная клиника в целом семья хенджек была счастливой и дружной они жили в австралийском ричмонде в просторном доме ты приходила в школу софия манди стайнер это была отличная школа которая своей целью ставила развитие креативности и творческих начинаний в учениках эта школа очень нравилась фиби она росла смелый нестандартно мыслящий очень творческой девушкой и и даже шутку называли дикаркой она не боялась вообще ничего мать фиби описывая ее говорила что-то каждый свой день жила как последний выкладываясь на полную школа в которой училась фиби рассматривала каждого ученика как отдельную личность а учителя старались развивать уникальные таланты ребят школе было множество занятий по искусству причем преподавались разные его виды и фиби по-настоящему блистала на этих уроках она прекрасно рисовала много писала причем практиковалась и в прозе и стихах а еще фиби вела дневники это она делала всю жизнь даже после того как окончила школу она также с удовольствием занималась спортом девочка бегала играла в баскетбол а ее фигура была спортивной у фиби был очень силен соревновательный дух она не любила проигрывать и не могла потерпеть несправедливости тебе очень любила свою семью и была очень близка со своим младшим братом томом и бабушкой по маминой линии по имени джанет том рассказывал что для фиби не было преград если например кто-то из друзей фиби указывал на дерево и говорил что залезть на него просто невозможно фиби считала это своеобразным вызовом и бросалась доказывать обратное девушка была бесстрашной не боясь ни высоты и не скорости и ее детская в каком-то смысле безрассудное бесстрашие с годами никуда не ушло она любила рисковать фиби легко находила друзей и много времени проводила на свежем воздухе она любила посещать дикие леса и пляжи к тому же она была очень красивой девушкой подруги говорили что парни не могли свести с нее взгляда на вечеринках иногда с ней пытались познакомиться сразу по пять парней а сама фиби не скромничала и говорила что просто у нее дар дар соблазнение мужчины теряют способность четко мыслить от ее чарующие улыбки но за ослепительной улыбкой фиби скрывалась тайна девушка боролась с психологическими проблемами о которых она говорила со своей бабушкой джанет девушка испытывала тревогу часто чувствовала себя не в своей тарелке когда фиби было всего 13 она начала дружить с группой девочек которые экспериментировали с алкоголем и наркотиками все эти девочки были из таких же благополучных семей как и фиби но тем не менее втянулись в такое неприятное хобби они тайком ходили в клубы но поскольку им было очень мало лет у них не было достаточно денег на алкоголь и наркотики поэтому они рассчитывали на новых знакомых в клубах фиби часто отлучалась от подруг и возвращалась она уже с коктейлями а иногда с другими веществами которые она получала за красивую улыбку скажем так фиби умела общаться с мужчинами и это помогало ей в любом деле бабушка фиби старалась помочь девушки она обо всем знала и посоветовала внучки отказаться от наркотиков как-то на удивление мягко бабушка принимала вредное увлечение фиби на самом деле причем у фиби была особенность у нее в целом довольно часто менялось настроение а под воздействием алкоголя перепады только усугублялись но фиби продолжил общаться с теми подругами они все делали вместе даже как-то участвовали в конкурсе красоты так вот фиби была очень привлекательной часто людей тянуло к ней как магнитом особенно мужчин что постарше и порой даже самой фиби было тяжело принять эту популярность да ей нравилось внимание но все-таки она часто чувствовала себя не своей тарелки общаясь с незнакомцами она старалась заглушить эту тревожность алкоголем когда шла куда-то с друзьями однако когда она стала старше девушка смирилась с тем что люди хотят с ней общаться она постоянно боится не оправдать их ожиданий когда фиби было 15 лет ее отношения с родителями испортились видимо из-за поведения девушки и фиби сбежала из дома какое-то время она жила в доме который делила еще с пятью убежавшими девочками все также принимая наркотики при этом ее родители не знали где она находится и не могли найти вскоре правда фиби вернулась домой после того как в том доме произошла перепалка в ходе которой кто-то достал нож 16 лет фиби начала принимать антидепрессанты но принимала она их не постоянно и чувствуя облегчение она их бросала чего с антидепрессантами делать нельзя потом свои 17 фиби вступила в отношения с 30-летним учителем физкультуры из другой школы в австралии возраст согласия 16 лет поэтому родители девочки не забили тревогу пара долгое время скрывала эти отношения в какой-то момент правда все-таки вскрылась никто из семьи фиби не посчитал увлечение девушки взрослым мужчиной странным они положительно отзывались о 30-летнем учителе и считали их отношения стабильными да и друзья девушки считали что они отличная пара кстати этот учитель физкультуры до сих пор говорит о фибе как о любви всей своей жизни так вот у фиби был четкий типаж мужчин которые ей нравились это были музыканты и художники люди искусства или преподаватели чувствительные и интеллигентные и главное более опытные и взрослые чем ее сверстники да все парни фиби были старше ее она даже признавалась в любви в открытке своему соседу который на тот момент был женат а в одном из подкастов мать фиби даже призналась что не раз задумывалась о том не семейное ли у них это как оказалось она тоже интересовалась мужчинами постарше это же состояла в отношениях со своим школьным учителем вроде даже и у ее бабушки были похожие истории но вернемся к делу средней школе проблемы с алкоголем у фиби стали еще более серьезными и хватало и маленького количества спиртного чтобы перестать себя контролировать в нетрезвом состоянии она плохо координировал свои движения фиби также причиняла вред самой себе и писала об этом дневнике но в разговоре с родными она призналась что никогда не думала о самоубийстве делала она это просто чтобы почувствовать боль но несмотря на все психологические трудности фиби очень хотела творить делать что-то прекрасное она много писала и в целом старалась как можно больше времени посвящать искусству а потом в 2009 году фиби познакомилась с мужчиной по имени энтони хэмпл которого все звали просто энд на момент их знакомства ему было 40 лет они познакомились парикмахерской где фиби тогда работала девушка ему сразу же понравилось он пригласил ее на ужин и так и начался их роман семья фиби думала что их отношения не продлятся долго да он старше что нравилось фиби но их стили жизни очень отличались друг от друга у него был свой крупный бизнес он вел по-настоящему роскошную жизнь энд организовывала мероприятия в австралии для звезд и компании мирового масштаба от диснея до майкла джексона николь кидман и билла клинтона он был очень успешным человеком и его знали не только в звездных но и в политических кругах а его отец много лет был судьей верховного суда его мачеха была адвокатом и работала судьей так что он проводил огромное количество времени с людьми из привилегированных семей и также он встречался с представителями элиты а фиби была простой девушкой оторвой бунтаркой и любительницы интриг адреналина и творчество фиби энд были из разных миров она хотела отдыхать на природе а он любил вечеринки выхода в свет и отдых на яхтах тем не менее отношения фиби и энта развивались очень стремительно всего через пять месяцев после встречи энд пригласил девушку жить к себе и фиби согласилась ты переехала к энту в роскошный жилой комплекс под названием баленсия в мельбурне баленсия находится в бизнес районе города это очень дорогое и модное место а сам этот жилой комплекс выбирают для жизни очень обеспеченные люди города в баленсии 23 этажа несколько бассейнов и спа-центров тренажерный зал охрана и подземная парковка а каждую неделю там проходят встречи книжного и винного клуба а также прямо в здании располагается итальянский ресторан у каждого жителя баленсии есть свой магнитный ключ по которому можно получить доступ ко всей этой роскоши и жители этого жилого комплекса используют свои магнитные ключи даже для вызова лифта сами квартиры также отличаются особой роскошью они очень просторные повсюду мрамор окна в пол из которых кстати открываются живописные виды мельбурна насколько мне удалось узнать квартиры там дешевле полутора миллионов долларов не продаются а энтони вроде как квартиру не снимал так что делаем выводы ему кстати очень хотелось чтобы фиби проводила время только с ним и девушка начала меняться она уволилась с работы в парикмахерской так как энтони хотел чтобы его девушка была всего лишь администратором в парикмахерской ну не тот уровень для него так что он сам нашел ей работу в рекламном агентстве хозяином которого был его друг там она работала всего три дня в неделю и это позволяло ей платить за квартиру еду и да она платила энту за аренду и похоже это было ее собственной инициативой чтобы не быть в долгу у него однако из-за этого она не могла откладывать деньги на свои личные расходы ну а вообще энт контролировал все что касалось фиби даже ее внешний вид она постриглась чтобы больше ему нравится и покрасила волосы в черный цвет он также проверял с кем она общается ревновал будто не доверяя ей а шейли уборщица которая работала у энта рассказывала что он хотел чтобы дом выглядел идеально чисто как будто бы там никто кроме него не жил и он тщательно следил за качеством уборки и чистотой в доме она потом добавит что ей совсем не нравилось как энт относился к фиби и их отношения по ее мнению были больше похожи на отношения родителя и ребенка и друзья которые иногда приходили к фиби в гости подтверждали слова уборщицы они тоже замечали что в квартире не было ничего что говорило бы о том что девушка тут живет но может кроме пары фотографий в рамках не было заметно вообще ее вещей дома всегда была идеальная чистота все было настолько серьезно что однажды когда фиби работала в парикмахерской ей пришлось ути пораньше из-за ужасной тревоги которая преследовала ее весь день как оказалось фиби пролила что-то на большой ковер энта и хотела прийти домой пораньше чтобы попробовать его очистить до того как мужчина вернется домой это было как минимум странно не так ли что же такого он мог сделать за испорченный ковер неужели энту ковер был важнее хороших отношений с девушкой а когда бабушка фиби пришла к ней в гости и оставила чашку чая на разделочной доске фиби разговаривая с ней постоянно смотрела в сторону этой чашки а в конце концов встала и быстро убрала ее видимо тоже из-за опасений по поводу реакции энта психологическое состояние фиби тем временем не улучшалось в 23 года фиби начала ходить психологу по имени йоханна янг ей она рассказывала о том что энд часто опускал ее в глазах других из-за чего она чувствовала себя глупой он также был довольно ревнивым человеком энд кстати знал о проблемах с алкоголем у фиби и постоянно твердил ей чтобы она перестала пить но в то же время он часто водил ее на разные вечеринки и гала вечера где алкоголь само собой лился рекой а однажды когда энд был в париже фиби пропустила несколько бокалов и он начал названивать ей буквально разрывая телефон позже они поругались энд ревновал спрашивая кого она водит к нему домой пока его нет дома многим друзьям казалось что фиби втайне хотела закончить отношения со своим молодым человеком считаю его слишком ревнивым она даже боялась не сделает ли он ей предложение во время их совместной поездки в париж еще фиби по словам матери опасалась этой поездки потому что они сэнтом часто ругались и она не хотела остаться в париже одна без денег вопрос денег кстати у пары вставал довольно часто их отношения были очень неравными фиби зарабатывала в разы меньше энта и к тому же отдавала почти все деньги ему за аренду так проходили долгие месяцы и осенью 2010 года фиби стала вести себя немного странно как будто бы планируя что-то задолго до этого мать подарила ей поездку за границу и теперь фиби позвонила ей чтобы уточнить все ли в силе поскольку возможно ей нужно будет скоро уехать из мельбурна и в октябре 2010 фиби покинула роскошную баленсию не собираясь возвращаться на следующий день после ухода из шикарной квартиры энта фиби поехала к своей бабушке джанет в маленький городок мелокута на поезде приехав девушка рассказала ей о своих планах фиби хотела поехать в индию в качестве волонтера но до этого ей нужно было побыть в спокойной обстановке чтобы все тщательно спланировать так что пока фиби хотела остаться у бабушки найти работу в городке и настроиться на самостоятельную жизнь и джанет понравился этот план однако она сказала фиби чтобы то не убегала от своих проблем а решала их имея ввиду отношения с энтом и работу она посоветовала фиби поехать обратно в мельбурн по-нормальному уволиться с работы и расстаться с энтом по-настоящему и скорее всего бабушка будет жалеть о том что дала ей такой совет всю оставшуюся жизнь в итоге фиби пробыла у бабушки три дня и за это время даже успела начать поиски работы у знакомых она также сходила на встречу анонимных алкоголиков чтобы начать решать свои проблемы с зависимостью и после этой встречи одна из женщин подвезла фиби домой к ее бабушке и фиби ей рассказала что у нее испортились отношения с молодым человеком причем когда они ехали домой телефон фиби разрывался от звонков и девушка призналась ей что звонит энт она не хотела брать трубку но в какой-то момент не удержалась на следующий день фиби заявила бабушке что отправляется в мельбурн но не для того чтобы наконец порвать с энтом а для того чтобы дать отношениям еще один шанс девушка приехала в мельбурн и все вернулось на круги своя она снова переехала к энту продолжила употреблять алкоголь несмотря на то что ей от него становилось плохо через некоторое время фиби рассказала своей подруге линде у которой она однажды ночевала что все же хочет уйти от энта и даже вспоминала про свой план пожить у бабушки услышав это линда тут же предложила фиби отвезти ее в баленсию чтобы девушка могла собрать вещи и уехать снова и та согласилась правда через пару дней фиби вновь вернулась к своему молодому человеку а потом они еще раз расстались в конце ноября они сошлись снова и фиби окончательно поселилась в баленсии тогда же в конце ноября фиби разговаривала с матерью по видеосвязи ночью и когда мать спросила об энте вместо ответа фиби поднесла палец губам намекая что не может об этом говорить возможно энт был в рядом а может ей показалось что он подслушивает в то время каждый понедельник фиби встречалась с отцом это случилось и 29 ноября тогда она пообещала отцу что на неделе в четверг они вместе с энтом встретятся поужинать с ним она также планировала прийти на 17-летие своего брата николаем что будет выходные в тот день 29 ноября фиби также встретилась со своим психологом и психолог отметила что девушка была совсем не в настроении после фиби на велосипеде доехала до парикмахерской где работала до встречи с энтом и выпила кофе с бывшей коллегой и хозяйкой заведения после этого фиби вернулась в баленсию где встретила менеджера жилого комплекса и он сообщил ей что нашел место на парковке для ее велосипеда чтобы ей не приходилось постоянно поднимать его в квартиру на лифте фиби однако не обрадовалась этой новости и не выглядела улыбчивой и приветливой как обычно что-то в тот день явно изменилось девушка была сама не своя вечером это пришел домой немного раньше поскольку они планировали ужин с друзьями и договорился с фиби что она не будет много пить но в итоге она все равно выпила больше своей нормы и начала рассказывать всем за столом о своих психологических проблемах что очень не понравилось энту в конце концов он забрал ее домой где закрылся от нее в спальне а фиби позвонила своей подруге линде и спросила можно ли у нее переночевать линда разрешила но она не могла долго говорить стиве так что она позвонила бойфренду своей матери рассолу потом она позвонила своему знакомому брану хосейну и они договорились встретиться в баре через час после звонка тут важно уточнить что у фиби было два телефона айфон который ей купил и оплачивал энд и ее старая nokia так вот фиби встретилась с браном в баре и к этому времени она была в отличном настроении но на протяжении всего времени что они сидели в кафе ее телефоны разрывались от звонков за чая с энд позвонил фиби примерно 27 раз затем уже ночью после встречи с другом фиби пришла домой к матери где выпила чашку чая с рассолом и легла спать попросив его разбудить ее утром потому что иначе ее могли бы уволить с работы так как она и так часто опаздывала на свою смену однако проснувшись утром фиби не пошла на работу она вернулась в болезнию где рухнула на кровать и вновь заснула это в тот момент не было дома он уже ушел на работу придя наконец себя фиби позвонила в несколько мест сначала на горячую линию психологической поддержки потом своему врачу а после она позвонила своему психологу попросив о встрече но к сожалению в тот день у нее не было свободных сессий йоханна позже скажет что в тот день фиби ей показалось очень расстроенной и она сама даже заволновалась не собирается ли девушка что-то с собой сделать однако несмотря на такие опасения она не предприняла никаких попыток помочь клиентке и никому не сообщила о состоянии фиби а затем фиби оставила голосовое сообщение другу брану где сказала что если он ей не позвонит то цитата она уйдет из этого мира но такая формулировка не показалась ему пугающей потому что до этого фиби уже говорил ему подобные вещи но когда он в итоге позвонил ей к телефону уже никто не подходил фиби также написала еще одному мужчине из своего прошлого с которым познакомилась в 2009 имя этого человека не раскрывается но в тот день они встретились с фиби и она вопреки тому что говорили психолог и друг девушки показалось ему спокойной они поговорили а после фиби попросила его отвезти ее в порт где она купила несколько таблеток экстази после чего начала очень странно себя вести этот неназванный мужчина отвез фиби обратно к баленсии поскольку не хотел общаться с ней когда она была под воздействием препаратов и так это все было во вторник на следующий день в среду энд ушел на работу пока фиби еще спала у нее всегда было тяжелое похмелье после таких вечеров он рассказывал что взял из квартиры две вещи упаковку таблеток для сна стил ног которые ему прописал доктор и iphone девушки якобы с айфоном что-то случилось и он должен был отнести его починить у него вроде как разбился экран когда фиби в ярости швырнула телефон сидя в кафе после назойливых звонков своего 40-летнего парня так вот что странно в то утро фиби отправила своей семье и друзьям подозрительное сообщение с этого самого айфона а сообщение это было похоже то ли на предсмертную записку то ли на пьяный бред привет семья я уже в постели ложусь спать а когда я проснусь я стану самым невероятным человеком которого вы когда-либо знали нет меня отправят больницу там безопаснее и я слышала что сегодня там подают блюдо дня томатный суп вкусный питательный я вас всех сильно люблю но не настолько сильно чтобы отправлять каждому отдельное сообщение простите мне пора спать мне пора уходить так весело счастливо радостно жизнь всего лишь сон всех целую интересно и то что это сообщение отправилась с телефона девушки когда он уже вроде как был у энта прочитав это смс мать фиби забеспокоилась и набрала номер энта и тот пообещал ей что проверит все ли хорошо с фиби он вернулся домой зайдя в спальню он увидел что фиби проснулась она сказала ему что выпила две его таблетки для сна после чего он их и забрал тут однако возникает проблема в базе жилого комплекса не было информации о том что энд возвращался домой его карточка не касалась датчиков на входе и в лифте кроме того он же самого начала сказал что забрал таблетки или была еще одна упаковка в тот день в квартиру пришла шелли уборщица афиби в это время отдыхала в спальне это было странно поскольку обычно фиби не было дома когда шелли приходила но в тот день все было иначе увидев шелли фиби расплылась в улыбке и поблагодарила ее за помощь фиби выглядела действительно счастливой ни о каком подавленном или даже депрессивным состоянии речи не шло а ведь шелли не понаслышке знала депрессии и о том что так искренне улыбаться человек с депрессией не может а сама просто в свое время страдал от этого заболевания но мы оставим это просто как и так мнение шелли поскольку она не врач и не может ставить диагнозы по наличию или отсутствию улыбки но тем не менее настроение у фиби судя по всему тогда было хорошее вечером энд вернулся домой и все было в порядке они с фиби поговорили о предстоящей совместной поездке в париж он даже показал ей билеты на самолет налил теплую ванну сделал массаж и приготовил ужин а после фиби позвонила своему отцу у которого был день рождения наступила ночь а затем утро 2 декабря жилой комплекс два раза эвакуировали из-за пожарной тревоги которая случилась по неосторожности строителей фиби тогда была дома и вместе со своей собакой она эвакуировалась камеры поймали момент когда она выходит из жилого комплекса затем она вернулась обратно в квартиру по этим кадрам неясно в каком она настроение в полдень она занималась чем-то на компьютере а потом компьютер включался еще раз примерно в два часа дня в 4 часа дня менеджер жилого комплекса встретил консьержку которая пришла на вечернюю смену на пять минут позже и шутливо и и отчитал они договорились что женщина спустится и проверит мусорные баки в подвале в которой ведет мусоропровод и должны были опустошить но менеджер не успел сам это проконтролировать и нужно было посмотреть все ли в порядке приняв бахту консьержка не спешил уйти с проверкой к мусоропроводу она не любила это дело ее можно понять примерно тогда же в пять вечера зазвучала вторая пожарная тревога но никого на этот раз не эвакуировали и через полтора часа 6 35 консьержку попросили пропылесосить лифт потому что кто-то рассыпал в нем какие-то крошки но ее пылесос не включился женщина знала что в подвале куда как раз вел мусоропровод была метла с совком и решила спуститься и заодно все проверить через пять-десять минут женщина спустилась в подвал толкнула дверь помещения с мусорными баками но она не распахнулась а лишь приоткрылась что-то мешалось за дверью кроме того один из мусорных баков был перевернут но это однако случалось довольно часто и женщина не придала этому особого значения плавно подталкивая дверь и заглядывая внутрь комнаты вдруг включился свет в помещении установлена лампа с датчиком движения и как только глаза женщины адаптировались к яркому свету она увидела что мешало ей широко открыть дверь в помещении кажется это был манекен богатые жители чего только не выбрасывали в мусоропровод за все то время что она там работала но откуда под манекеном кровь присмотревшись консьержка ужаснулась перед ней не кукла а молодая девушка с короткими темными волосами это была фиби хенджек все ее тело было в царапинах и синяках одна из ее ног лежала фактически отдельно консьержка впала в настоящую истерику от увиденного и даже не смогла четко сказать что произошло коллегам по телефону но те догадались набрать 911 полиция приехала в течение нескольких минут и начала расследование следователи заключили что девушка упала с большой высоты ногами вниз а в самом конце мусоропровода расположены острые лезвия измельчающие крупный мусор именно они ее так изуродовали помимо того что это ужасная сцена особым шоком стало то что по следам на стенах и на полу удалось выяснить что упав вниз фиби осталась жива она из последних сил пыталась ползти к выходу пока не потеряла сознание в это время полицейские изучали место происшествия энд уже был дома его карточка коснулась датчиков на входной двери в 1809 в тот день он и фиби должны были идти в ресторан на ужин с отцом девушки но этой встрече было не суждено случиться энд по его собственным словам пришел домой и увидел что квартира пуста только собака фиби потрошила дорогую подушку на диване на кухне он нашел ключи и сумочку фиби и это показалось ему странным потому что она всегда носила ее с собой в спальне был бардак фотографии и записки валялись на кровати а на полу на кухне были следы разбитого стекла компьютер был выключен а около него следы крови во всей квартире также были зажжены ароматические свечи примерно в семь часов вечера отец фиби позвонил на ее айфон чтобы сказать ей что опаздывает на ужин но фиби уже не могла ответить но буквально через минуту после этого звонка отцу перезвонил энд со своего телефона и сказал что фиби нет дома лена это очень удивило энд никогда не звонил ему до этого к тому же его телефон зазвонил буквально через минуту после того как отец звонил фиби на айфон который вроде как был тогда в ремонте плен сказал энту чтобы тот немедленно позвонил в полицию и объявил фиби пропавшей без вести раз она не отвечает на телефон и расцент не знает где она но энд отказался это делать сказав что полицейские все равно ничего не предпринимут пока не пройдет 48 часов тем временем не понимая почему фиби не отвечает на телефон и не появляется на ужине который был давно спланирован лэн начал звонить ее друзьям брату и всем кто мог знать где фиби находится где-то через час 8 вечера энд заказал ужин на одного с доставкой и когда курьер принес его заказ он спросил энта не знает ли он что происходит внизу там толпа полицейских скорая помощь энд удивился и решил спуститься и посмотреть что же случилось и там один из полицейских сказал ему что в подвале было найдено тело в молодой девушки энд почти сразу догадался что это было фиби услышав что он может знать погибшую полицейские спросили энта были ли у фиби татуировки и он описал их это стали расспрашивать что могло произойти где он был и что он вообще знал и тогда энд рассказал полицейским что у фиби была депрессия и психические проблемы намекая на то что она сама с собой могла это сделать наконец полицейские поднялись наверх и начали осматривать их квартиру и там они тоже увидели битое стекло на кухне а также нашли кровь на полу и на дверной ручке ведущие к мусоропроводу были также непонятные грязные следы которые шли к мусоропроводу от квартиры фиби и это причем человек оставившие их скорее всего бежал что это было за кровь и чьи это были следы это станет большой загадкой теперь понимая что фиби не вернуть энд позвонил своим родителям и рассказал им обо всем после чего он позвонил отцу фиби который в тот вечер ждал ее в ресторане чтобы отпраздновать свой день рождения теперь началось расследование и сразу скажу она вызывает очень много вопросов казалось бы ну вот посмотри ты записи с камер видеонаблюдения и дело раскрыто однако эти записи попросту исчезли вернее их якобы кто-то отсмотрел и ничего не нашел и потом они просто стерлись создавалось впечатление что полицейские просто сразу же посчитали дело фиби саму и сам и даже не искали улики это было одной из многих ошибок следователей самого начала они кстати даже не проверили точно ли фиби не дышит они сразу посчитали ее мертвы и не пустили к ней никого хотя никто даже ни один врач на глаз не может определить если пульс у человека вот в подобном состоянии еще одной странностью было то что джинсы фиби были спущены до колен но по некоторым данным не было признаков насилия еще поражало что следы крови из квартиры не были проанализированы как и осколки стекла их даже не собрали для поисков отпечатков пальцев кстати удивительно что настолько любящий чистоту and оставил квартиру в том же состоянии до самого прихода полиции но может хотя бы крышка мусоропровода поможет раскрыть тайну гибели фиби вокруг вот этой самой крышки были отпечатки пальцев но не оказалось ни одного не смазанного четкого отпечатка по которому можно было бы определить кому он принадлежит так что тут неудача самого начала никто из родственников и друзей фиби не верил что она могла совершить это сама они знали что она планировала пойти на ужин с отцом и помогала украшать дом ее матери к 17-летию брата и вообще у нее были планы на будущее и сразу же после смерти фиби ее брат вошел в ее электронную почту но к своему удивлению он увидел что все письма фиби были удалены кем и почему до сих пор не ясно но даже этот факт не смутил полицейских в итоге единственным следователем который начал расследовать дело по настоящему стал родной дедушка фиби детектив на пенсии лорал кэмпбелл он как только узнал что записи с камер видеонаблюдения не удалось получить тут же запросил их для себя но и ему ничего не предоставили диск с записями просто испарился пропал также и телефон фиби ее nokia теперь расследование в тупике 7 декабря and поделился страшными новостями в фейсбуке причем это он сделал еще до того как полицейские официально объявили причину смерти фиби вскоре появилась и заключение патологоанатома в нем говорится что повреждения на теле фиби могли быть получены в результате падения с большой высоты по мусоропроводу нижняя часть тела пострадала больше чем верхняя в крови фиби было обнаружено 0 6 промилле алкоголя а также признаки приема таблеток для сна таблеток от спазмов и антидепрессантов отсюда может быть два предположения она под воздействием алкоголя и таблеток сама залезла в мусоропровод в бреду либо ее туда отнесли им силой корень расклонялся к первому варианту дополняя его тем что это был просто несчастный случай вероятно она не хотела падать но просто из-за измененного сознания она не могла рационально мыслить и все эти таблетки что она приняла в комплексе повлияли на ее физические способности дав ей какой-то небывалый прилив сил ведь залезть в мусоропровод не так-то просто на самом деле а вот ассистентка корнера не согласилась заявив что такой однозначный вывод делать нельзя можно оставить заключение открытым и подождать новых данных но вопреки словам ассистентки заключение гласила фиби погибла в результате несчастного случая по предположению корнера фиби пошла вынести мусор вот те разбитые стаканы осколки которых нашли в квартире и почему-то сама вместе с пакетом залезла в мусоропровод при этом мусорного пакета не было рядом с фиби сложно представить что чувствовали родители девушки услышав такое заключение а затем они были шокированы и тем что когда они пришли на опознание им заявили что они больше не считаются ближайшими родственниками фиби оказывается n записал себя ее ближайшим родственником и в австралии это можно сделать если пара состоит в отношениях и это влияет на права родственников последнее слово теперь всегда будет за этом это вообще себя вел странно это если мягко сказать так за ним после смерти фиби присматривала сразу несколько женщин и младых девушек одной из них была его бывшая подружка энд в их присутствии вел себя нормально но стоило появиться родным фиби как он становился практически безутешным водовцом в конце концов энд решил почтить память фиби роскошной церемонии на берегу океана причем родные фиби эту идею не поддержали потому что она никогда не любила такую роскошь и семья фиби провела свою собственную скромную прощальную церемонию а им даже не отдал семье вещи девушки и как ближайший родственник сказал им что это он будет решать как похоронят фиби энд продолжал всем рассказывать какие ужасные проблемы были у фиби алкоголь он называл монстром наконец через неделю после смерти девушки полицейские официально назвали смерть фиби самоубийством ее дедушка был в ярости он знал что когда фиби употребляла алкоголь она пьянела очень быстро и плохо координировала свои движения она падала не могла идти там и так далее а если в тот день она пила и употребляла таблетки она не смогла бы забраться в узкое отверстие без посторонней помощи посмотрите на размер этого люка туда поместится только небольшой пакет с мусором человеку там будет очень сложно протиснуться причем было проведено сразу несколько опытов которых участвовали девушки похожего телосложения им нужно было самостоятельно в трезвом состоянии забраться в это отверстие как оказалось без посторонней помощи залезть в мусор провод практически невозможно как минимум девушки рисковали повредить себе руки и пальцы которыми нужно было бы держать внутреннюю крышку люка а таких повреждений у фиби найдено не было а внешняя дверца закрывалась сама что только усложняло задачу и хотя фиби была сильной и занималась спортом в том состоянии она вряд ли смогла бы залезть в шахту сама причем ногами вперед вот это тоже очень важный момент к слову похожие смерти в шахтах для мусора уже случались но люди залезавшие туда самостоятельно всегда опускались головой вперед что кажется наиболее логичным или если в эфибе что-то уронила и полезла бы туда это доставать тоже ожидаемо было бы сначала заглянуть в шахту они мучатся просовываться сначала ноги потом тело и вообще-то грязный ужасный люк для одного из предыдущих дел я читала о способах которым прибегают люди решающие закончить свою жизнь и конкретно женщины не всегда но чаще всего выбирают более элегантные если так можно сказать способы чтобы их внешний вид не был изменен так что лезть фактически в помойку это очень сомнительная идея а вот мужчина крепкого телосложения без проблем мог бы отправить нетрезвую фиби в мусор провод не оставив никаких следов к тому же что самое главное фиби отчаянно пыталась доползти к двери спастись делала либо она это если бы изначально хотел умереть энджи объяснял это решение девушки и и плохим психологическим состоянием мол она считала что там-то ей и место потом начали происходить и другие странные вещи очень близкий друг энта кристо который также жил в баленсии какой-то момент принес той самой консьержки вино и шоколад и стал расспрашивать ее как нашли фиби и что было потом но консьержка отказалась ему что-либо рассказывать даже когда он приходил к ней снова и снова на протяжении двух недель а семьи фиби энта в конце концов поругались хенджики хотели чтобы тело фиби осмотрел независимый эксперт который не знал бы именитую мачеху энта на что родня мужчины не согласилась посчитав это оскорблением казалось будто бы теория самоубийстве подходила им по всем критериям и они не хотели чтобы в дело ввязывался кто-либо еще это было официальной версии которые придерживались все даже вот в отделении полиции только один полицейский по имени брэндон пейн который тоже расследовал это дело был не согласен и после завершения расследования ушел в трехмесячный отпуск он всерьез занимался изучением телефона фиби из которого пропали почти все данные включая то странное сообщение которое она отправила своим родным и до сегодняшнего дня and не является подозреваемым да что там подозреваемых вообще нет кто еще в этой истории может представлять интерес ну вот сестра энта крисси она была очень занимательным персонажем поговаривали что она продавала кокаин многим высокопоставленным людям в мельбурне и в итоге это подтвердилось ее арестовали и приговорили к 300 часам общественных работ а через несколько лет после событий крисси выставила пост в фейсбуке где написала о том что полицейские цитата подвели семью фиби и что она надеется что когда-то они узнают правду но потом она удалила этот пост еще пугающим совпадением является то что парень крисси покончил жизнь самоубийством это было уже после гибели фиби странно да но это не все страшные совпадения в 2018 году 25-летняя бейли шнайдер очередная девушка это была найдена повешенной в тот вечер она как раз рассталась центом которому на тот момент был уже 51 год ее крови были найдены наркотики в том числе кокаин и она также страдала от алкогольной зависимости как эфиби смерть сначала была названа самоубийством однако в 2020 году дело вернули в отдел по расследованию убийств по требованию семьи бейли ведь смерти конечно могут быть вообще никак не связанными а может and просто выбирает девушек со психическими проблемами но тем не менее странные несостыковки вызывают множество вопросов к тому же семья nta использовала все свои связи чтобы хоть как-то оградить его от подозрений а связи у них было предостаточно сейчас дело фиби официально закрыта открыть его смогут лишь в том случае если появятся новые улики дело бейли шнайдер расследуется и может быть когда-нибудь принесет ясность и семье фиби и в интернете на таких сайтах как reddit нет почти никого кто считал бы смерть фиби случайностью а как думаете вы я могу сказать только что расследование могло бы быть более качественным точнее жаль что у родственников девушки не получилось привлечь к расследованию независимых экспертов и в итоге были допущены ужасно обидные ошибки мне тоже сложно поверить что фиби сама залезла в шахту но утверждать что кто-то конкретный ей помог я не могу такой официальной информации нет а обвинять без доказательств нельзя как вы понимаете вот такая история друзья давайте пообщаемся в комментариях кидайте это видео друзьям подругам подписывайтесь на мой канал и приходите ко мне в инстаграм и в telegram давно я не освещала таких историй в которых все настолько отвратительно и расследование и гибель и то как был найден человек это в каких чувствах осталась семья в общем мне будет интересно с вами пообщаться об этой истории в комментариях ну а пока я буду с вами прощаться всем спокойной ночи пока а